Специалисты по работе с застенчивыми людьми считают, что двое из пяти взрослых испытывают проблемы в общении. А как же дети? Обычно дети очень легко идут на контакт и стремятся к познанию другого человека. Вспомните хотя бы маленьких покарапузов, с каким удовольствием они тянут ручки друг к другу. Причина застенчивого поведения детей постарше, как правило, кроется с одной стороны в особенностях темперамента, а темперамент это врожденное качество, а с другой стороны сами родители стараются и воспитывают застенчивое поведение у своего ребенка. Итак, ошибки, которые совершают родители. Во-первых, чрезмерно подталкивать детей к общению. Но скорее же иди познакомься с мальчиком. Или, ну ты же помнишь это стихотворение? Расскажи, мы же все ждем. Во-вторых, перенося страхи из собственного детства, если они сами испытывали проблемы в общении. И, конечно же, не стоит фиксировать внимание на первых неудачах. Ой, он у нас такой замкнутый, он никогда к вам не подойдет и вообще он не любит, когда много детей. И наоборот, профилактикой застенчивости будет такое ваше поведение, когда вы будете очень часто хвалить своего ребенка, не будете сравнивать его с другими детьми. Не вешайте сами и не позволяйте вешать другим ярлыки на вашего ребенка. Не разрешайте посторонним называть его замкнутым и застенчивым. Всегда поддерживайте ритуал приветствия. Здоровайтесь вежливо на улице со знакомыми, соседями и воспитателем в детском саду. Предложите ребенку разнообразный материал для творчества. Это могут быть краски, карандаши, пластилин или глина. И знайте, застенчивость это не болезнь, а только лишь особенность характера, которая даже имеет свои преимущества. И помните, хороших людей воспитывают только счастливые родители. До скорого!